Белый, синий, красный. Три цвета, за которыми судьба страны. Сегодня в России отмечают День государственного флага. Символ единства нашей большой и многонациональной родины имеет более чем 300-летнюю историю, хотя официальный праздник появился только в 1994 году. И сегодня в своем поздравлении Владимир Путин сделал акцент на преемственности поколений и на том, насколько это важно для такой большой и мощной державы. «Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, и никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии». Масштабно, торжественно и ярко сегодня в каждом районе областной столицы состоялись флэш-мобы, выставки, концерты и патриотические акции, приуроченные ко дню российского флага. В цвета триколора окрасилась и главная высота России, подробностью моих коллег. На ступенях у стен руин развернули 80-метровое полотно с российским триколором, которое затем было изогнуто в виде буквы латинского алфавита «В», символа поддержки российских участников спецоперации на Украине. «День флага, день поддержки, день поддержки наших ребят, и нам надо показать всему миру, я считаю, что мы гордимся своим флагом, мы гордимся своей Родиной, мы гордимся Россией, мы гордимся своими ребятами, достойными ребятами, и у нас растет достойная смена». Главный символ страны с более чем 300-летней историей, особая гордость для каждого гражданина. В масштабном флэш-мобе задействовано более 500 человек. Кольцо из триколора обрамило скульптуру «Стоять насмерть», а рядом из флагов Российской Федерации выстроили огромную надпись «За Россию». «Сегодня в 7 утра мы собрались, и уже, в принципе, на месте мы начали размечать малярным скотчем, где у нас будут стоять каждый флаг. Самая сложность, наверное, была эта с большим триколором, с большим флагом 80-метровым, который надо было выстроить в букву «В». Но я думаю, что у нас это получилось довольно-таки неплохо». В день российского флага многометровый триколор в Волгограде разворачивают уже несколько лет подряд, но на ступени к главной высоты России впервые. Здесь собрались юнормейцы, волонтеры, учреждения сферы молодежной политики города, сотрудники федеральных ведомств. День флага – это день патриотизма. Я считаю, что многие патриоты сюда пришли поддержать, так сказать, российский флаг, страну на значимом месте, на мамоевом кургане. Я считаю, что каждого патриота должно быть гордым за свою страну. Это такая гордость, нести государственный флаг, сразу такое чувство патриотизма возникает внутри. Поддержать страну, поддержать наших, показать, что патриотизм – это правильно. Молодежь города-герой Волгограда объединилась вот в такой патриотической акции и пронесла стаметровый триколор на главной высоте нашей России – в Мамаевом кургане. Эта акция, безусловно, очень важна для воспитания подрастающего поколения, для поднятия патриотического духа нашей молодежи. Аналогичная акция состоялась сегодня и в подшефном станично-луганском районе Луганской народной республики, где активисты пронесли стометровый флаг России. А в Волгограде и области волонтеры Победы раздали гостям и жителям региона более пяти тысяч лент с триколором. Я считаю, что такие акции и такой праздник, как День государственного флага, поддерживает единство нашего народа и помогает нам еще раз вспомнить о том, в какой прекрасной стране мы живем. Патриотическому воспитанию молодежи в Волгограде и регионе уделяется особое внимание. Мероприятия проходят в том числе и в рамках нацпроекта образования. Движение волонтера Победы объединяет более трех тысяч человек. Центры открыты в шести вузах и СУЗах. Действует 35 школьных отрядов. Ребята организуют тематические акции, сопровождают памятные мероприятия, благоустраивают мемориалы. Ирина Абрамова, Александр Шишин. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok